Три пятерки, вот этот суббар, такой классный, смотрите. Так точно. Клубы дадут! Имони всем подразделениям. Огонь 7, Ягомель. Передайте информацию. Имущество северодвинского предпринимателя сегодня арестовали судебные приставы. Расплачиваться за долги ему пришлось куртками. Гаражный бокс, в котором находились вещи, должнику отдал знакомый бизнесмен. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство на общую сумму более 200 тысяч рублей. Было установлено, что должника имеется имущество, на которое возможно наложить арест. И таким образом, в последствии реализации денежных средств будет перечислено в счет погрешения за должностью. Сколько курток арестовали судебные приставы, пока подсчитать сложно. Вероятно, вещей хватит, чтобы расплатиться со всеми накопленными долгами. Знаменитый бронетранспортер подвергся косметической атаке. Накануне на машине появились надписи губной помадой. Неизвестная написала свое имя, фамилию, а также название поселка, который находится в Мизенском районе. Акт вандализма БТР потерпел впервые. К счастью, помада оказалась легко стираемой. Сильного урона техники она не нанесла. В полицию десантники подавать не станут. Изрезал ножом лицо и тело ради мобильного телефона. В суд направлено уголовное дело о поножовщине на улице. Осенью прошлого года около труда 51 двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения потребовали у прохожих мобильный телефон. После отказа один из злоумышленников взялся за нож и нанес удар по лицу мужчине. Когда тот упал, отобрал мобильный телефон и документы. После этого увидел, что товарищ потерпевшего сцепился с его товарищем. Значит, и борются на земле. Он пытался растащить их, но так как у него не получилось, он опять этим же оперативным ножом нанес не менее шести ударов по телу товарища потерпевшего. Нападавшие скрылись. Позже их задержали по горячим следам сотрудники полиции. В восемь месяцев владелец Перочинного находился под стражей. Решалось, в какой степени вред он нанес потерпевшему. Накануне его расценили как тяжкий. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...